Шанс оказаться на главном событии года вновь появился у молодых людей России. Срок регистрации участников на Всемирном фестивале молодежи и студентов продлили до 1 мая. Напомню, он пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Это крупнейшее событие в сфере международного молодежного взаимодействия соберет более 20 тысяч человек из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. За всю историю проведения фестиваля наша страна дважды открывала двери для его участников. В 1957 и в 1985 годах с одним из них встретилась наша съемочная группа. Вот мы сфотографировались. Вы видите, вы, наверное, заметили, мы в одинаковых костюмах. Эблема ненецкая. Ну вот на фестиваль мы поехали вот такими. Николай Канев показывает фотографию, сделанную за несколько часов до вылета на 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он проходил летом 1985 года в Москве. Тогда Николаю Леонтьевичу повезло попасть в состав танцевального коллектива «Хаяр», который представил наш округ на главном молодежном мероприятии «Планеты». Мы мало куда выезжали в то время, но в основном Архангельская область, а здесь Москва. Это все 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Это был, конечно, билет, это не каждому удавалось. Конечно, молодежи нам там заметили, потому что мы участвовали на многих площадках. Мы выступали перед иностранцами. Это каждый день было расписано. Почему? Потому что у нас были зажигательные танцы. Мы были молоды, у нас были костюмы яркие. Где было издалека видно, что вот эти национальные, их надо посмотреть, надо услышать. Тогда наших земляков посмотрели и услышали с главных площадок Москвы тысячи человек из 157 стран мира. Весь день ненецких артистов был расписан по минутам. Кроме выступлений на театральных подмостках, посещения концертов, музеев, исторических мест, встречи с делегациями из других государств. Как считает Николай Леонтьевич, Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал главным событием в его жизни. Ведь такой шанс выпадает немногим. И вот спустя 32 года такая же возможность вновь появилась у всех молодых людей страны. С 14 по 22 октября в Сочи пройдет 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Подать заявку в качестве участника или волонтера вы можете прямо сейчас на сайте www.russia2017.com. Для этого любому тому человеку, который желает, надо сначала зарегистрироваться в единой информационной системе АИС-молодежь. Заполнить как можно больше информации о себе, все свои достижения, награды, гранты какие-то, если получали, какие-то проекты реализовывали, все это надо о себе написать. И затем, пройдя регистрацию в АИС-молодежь, уже с логином и паролем АИС-молодежь, зайти на сайт фестиваля молодежи и студентов и пройти там совсем небольшую регистрацию. После этого человек будет внесен в список потенциальных участников. По окончании регистрации участников фестиваля Федеральный экспертный совет при Национальном комитете произведет отбор лучших. Списки с их именами разойдутся по регионам страны, в том числе и в Ненецкий округ. Здесь конкурсная комиссия будет проводить уже очный отбор. Это будет собеседование, презентация себя. Надо будет рассказать вообще, как я готов представить свой округ на фестивале, какие у меня есть достижения и что я готов сделать для округа после фестиваля. Зарегистрироваться на Всемирный фестиваль молодежи и студентов участники могут до 1 мая, волонтеры – до 15 апреля. Торопитесь, возможно, именно вы окажетесь среди лучших и увидите все своими глазами. У вас есть еще шанс оказаться в самом эпицентре событий.